Впереди Петров пост и этот пост, как уже сказали, не строгий пост. Таких постов в церкви два – это Петров пост и Рождественский пост. Есть два строгих поста – это Великий пост и Успенский пост. И вот в нестрогие посты разрешается есть рыбу, а в строгие посты рыбу нельзя. Конечно, если возникает вопрос, а почему вот вроде и мясо, и рыба – это продукты животного происхождения, да, почему когда-то их рыбу можно, а когда-то нельзя, почему рыба вот так выделяется. Вообще, сам пост и сам устав поста пришел к нам из Византии, из Средиземноморья. И там понятно, что мясо, да и вообще в те века мясо – это было достаточно редкой и дорогой пищей. А рыба – это была повсеместно распространенная и достаточно дешевая пища. И, конечно, в Великий пост и в Успенский пост, то есть в строгие посты, вообще ограничилась любая животная пища. В Петров же пост, в частности, да, и в Рождественский пост, они менее строгие посты, как мы уже сказали. И, соответственно, более распространенная пища позволялась, потому что кроме воздержания от животной пищи, кроме жертвенности, пост имел еще и сугубо прикладное значение. Люди, которые постились, откладывали те деньги, которые они могли потратить на более вкусную пищу, тоже мясо, да, и эти деньги отдавали нищим. То есть пост нес и вот такую сугубую милосердную, скажем так, составляющую, когда люди отказывались от вкусной пищи ради того, чтобы поддержать нищих сэкономленными средствами. В настоящее же время, да, понятно, что у нас не Среднезвенноморье, да, и рыба не так доступна, как в тех местах. И поэтому вообще сама мера и степень поста, конечно, должна оговариваться каждым человеком со своим духовным отцом или со священником того храма, куда он ходит, чтобы определить меру этого поста. И даже, ну, даже и в Петров пост, потому что иногда для людей очень важно есть какие-то продукты и нельзя есть другие продукты. И вот эту меру поста, да, меру своего ограничения ради Господа, ради какого-то с ним единения, нужно уже оговаривать особо со священником. Субтитры создавал DimaTorzok